На краю! Сочинские склоны милее Альпийских гор. В этом году любители зимнего отдыха, как говорится, проголосовали своими лыжами и сноубордами за отечественного производителя. Всего за 12 дней новогодних каникул свой след на сочинском снеге оставили больше 180 тысяч туристов. Поток людей был такой, признаются сотрудники баз отдыха, что работать приходилось как на конвейере. Поэтому существующей инфраструктуры, замечает Александр Ткачев, недостаточно. Конечно, мы должны думать сегодня уже о расширении курортов, о привлечении уже новых склонов в этот город, туристический кластер. Мы видим по опыту европейских курортов, они на этом зарабатывают огромные капиталы. И миллионы российских туристов уезжают из страны и оставляют там средства, а значит налоговую базу, значит создают предпосылки для развития бизнеса, только европейского. И созданием этого курорта, благодаря, конечно, Олимпиаде, олимпийскому проекту, мы, безусловно, разворачиваем ситуацию вспять. И у нас есть все шансы, чтобы российский турист раз и навсегда остался в России в зимнее время года. В самый разгар отдыха в горном кластере 3-4 января приехало 43 тысячи туристов. В два раза больше, чем рассчитывали принять. С учетом того притока туристов, которые были за 12 дней, мы считали их с 30 декабря до последнего момента, до 11 числа, мы получили, что горный кластер у нас загружен на 100%. Весь гостиничный фонд востребован. То есть мы говорим, что и в зимний период олимпийское наследие имеет в полном объеме необходимую загрузку и функционирует как гостиничный фонд. По сервисам мы посмотрели характер их работы и значительных замечаний мы не выявили, за исключением, как вы уже сказали, перегрузки. То есть в отдельный момент мы превышали емкость курортов в два и более раз. Необходимо развитие курортов для того, чтобы удовлетворить этот возникающий спрос. А спрос, по-видимому, как и туристы в Сочи, пойдет в гору. Отчасти на руку здесь играет постолимпийская инфраструктура и валютные скачки. Из-за того, что рубль ослаб, выезжать за границу многим россиянам стало не по карману. Примерно 60% туристов, отдыхавших зимой в других странах, в этом году облюбовали кубанские горнолыжные склоны. И этим надо воспользоваться, считает губернатор Александр Ткачев. Сочи должен стать горнолыжным курортом мирового уровня с высочайшим сервисом, но доступными ценами. С потоком туристов за сезон как минимум в миллион человек. Отсутствие парковочных мест на недвижайшем количестве. Это, конечно, мешает функционированию курорта и так далее. Какие у нас предприятия в этом смысле имели дефицит парковочных мест? И Горки-Город, и Газпром на сегодняшний день, и соотношение их парковочных мест к их фондам, жилым, составляет от 73 до 83%. Соотношение, которое стоит у Роза Хутор на сегодняшний день приближается к 47%. Это по отношению к постоянно проживающим. А емкость самого курорта в Роза Хутор в два раза больше, чем... Самая большая. У них 92 тысячи человек, которые прибыли. Это почти 55% всех, кто поднимался на гору. Значит, вывод какой? Да-да-да. Принудить, построить собственника новые парковочные места. Чтобы потом эти туристы не падали как снег на голову, заниматься горнолыжными прогулками приходится и спасателям. Почти работа мечты. Вся зима на горнолыжном курорте. Для безопасности катания на горах было установлено Мегазекс, спущенное 67 лавин. Спасателями в горной местности оказывалось помощь 17 раз. Из них 9 человек доставлялись в больницы. Из сотен тысяч туристов обычные для катания травмы получили всего пару десятков человек. С таким наплывом отдыхающих не произошло и ни одного серьезного конфликта. Система безопасности такая же, как на Формуле-1 и Олимпиаде. Полицейские вместе с казаками дежурили круглые сутки. Причем не только в Сочи. На территории края состоялось примерно 2900 мероприятий, посвященных празднованию Нового года, в которых приняло участие по нашим подсчетам около миллиона граждан. И были задействованы и сотрудники органов внутренних дел, и представители правоохранительной направленности, в том числе и наше казачество. Можно отметить как положительное, что отмечено снижение на 7% числа зарегистрированных преступлений в крае. Число отдыхающих только в одном. Сочи растет как снежный ком, с удовольствием рассказывает министр по туризму и курортам. Даже в составы железнодорожных ласточек добавили по два вагона. При этом перетянуть у Сочи часть туристов в ближайшие 2-3 года сможет и Лаганаки. Горноклиматический курорт, в котором в последнее время активно прокладывают дорожную инфраструктуру, в этом году тоже без свободных мест. Но просто с комфортом покататься и отдохнуть в отелях недостаточно, считает губернатор. Из кубанского гостеприимства нужно делать полноценный бренд с использованием местных фишек. Кубанского колорита в ресторанах и предприятиях общественного питания реально не хватало. Поэтому у нас есть ряд предложений. В ближайшее время профильные министерства их инвестируют перед вами. Совершенно справедливое замечание. Мы действительно должны уходить от таких размытых форм обслуживания, потому что мы построили курорт на Кубане, на юге страны, где рядом производится огромное количество товаров, продуктов питания, качественных, экологически чистых. И, конечно, люди интересуются местными, локальными продуктами. Курортный зимний сезон традиционно заканчивается в начале марта, но то, что его начало уже не вышло комом, можно говорить сейчас. На следующей неделе планируется и крупное совещание по развитию зимних курортов в крае, где соберутся все, кто работает на эту отрасль. От рестораторов до владельцев горнолыжных баз. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Валерий Пятов, Кубань-24.